Божественная благодать, начесни и иконе твоей державней, И в святозарный муч славы чудес твои, Да не сходит от не на всех сверых теперь валяющихся, И вопиющих по аллилуйям. Моргал держала символы царской власти, скипетр и державу, а на коленях ее сидел божественный младенец. Да ведь это царица небесная, подумала Евдокия, и удивилась, что Матерь Божья явилась ей, простой крестьянке. А Богородица повелела ей идти в церковь, что в селе Коломенское, и отыскать там большую старую доску. Вымой эту доску, и на ней появится моя державная икона, сказала Богородица. Я посылаю ее всем русским людям, так как вас ожидают великие испытания. Едва рассвело, Евдокия прибежала в Коломенскую церковь, и все рассказала священнику. Они вместе внимательно осмотрели всю церковь, потом спустились в подвал, и там, среди старых икон, приставленных к стене, нашли, нашли большую почерневшую доску. Евдокия взяла ее, тщательно вымыла, и тут случилось чудо. На доске появился тот самый образ, что виделся ей во сне. Богородица с державой эскипетром, сидящая на троне с младенцем Христом на руках. Весть о явлении чудесной иконы Божией Матери разнеслась по всей Москве и окрестностям ее. В Коломенской стали стекаться паломники, чтобы прикоснуться к святыне. Многие из них стали свидетелями чуда обновления иконы. Спустя несколько недель после обретения икона сама собой посветлела, а царская мантия на Царице Небесной стала кроваво-красной. Но главное чудо, дорогие ребята, состояло в том, что державная икона была обретена в тот самый день, когда царь Николай Александрович подписал отречение от престола. Верующие люди не сомневаются, что это знак того, что сама Пречистая Богородица взяла образды правления в нашем многострадальном отечестве в свои руки. Но слушайте, что было с явленной иконой дальше. Евдокия Андрианова стала собирать деньги на серебряную ризу для образа. И снова, снова произошло чудо. Сама Божья Матерь явилась ей и приказала раздать собранные деньги. Не надо сейчас возлагать ризу на мою икону, Сказала Богородица. Скоро в России со всех икон будут ризы снимать. Так оно и случилось. Долгие годы икона находилась в запасниках исторического музея в Москве. И лишь в начале 90-х годов 20-го века была возвращена во вновь открытый храм в селе Коломенское. А спустя год случилось еще одно чудо, связанное с иконой. Богородица явилась во сне одной женщине и сказала, что посылает свою державную икону в Николо-Перервинскую обитель на окраине Москвы. И женщина, приехав в этот монастырь, отыскала в Никольском храме ту самую икону, о которой говорила Богородица. Этот новый список иконы Державной благоухал и источал мира. И это чудо могли наблюдать все приходившие в обитель в течение нескольких недель. Итак, икона Божьей Матери Державная вернулась к нам. Обновленная, преображенная, источающая безграничную любовь и милосердие. И это знак для всех верующих людей, что Царица Небесная с нами. Она не оставила нас в тяжелый 1917 год, когда явилась простой крестьянке Евдокии Андриановой. Не оставит наш народ и теперь. И мы знаем, что это так. Я желаю, дорогие ребята, дорогие друзья, всего вам самого доброго. До свидания, мои хорошие. И храни вас Господь молитвами Пресвятой Богородицы, чей чудотворный образ мы сегодня празднуем. Мирозаступница Мати Всепеты. Со страхом, верою и любовью, препадающим ли честную икону Твоей державную, усердно молим Тя. Да не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мать и Света, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшего Господа Иисуса Христа. Да сохранит в мире страну нашу. Да утвердит державу нашу в благоденствии. И избавит нас от междоусобной обрани, да укрепит святую церковь нашу православную. И незыблемую соблюдет Ю от неверия, раскола и ересей. Не имам и иные помощи, разве Тебе причистая дева? Ты, если всесильная христиан, заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчая. Избави всех с верою к Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и оставления согрешений наших. Да вси благодарно воспевающие величие Твое, сподобимся небесному Царству. И тому со всеми святыми прославим причесное и великолепое имя. В Троице славим могу Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.